Друзья, всем привет! Посмотрите, какой у нас лунный пейзаж в Маккаде. Мы с вами едем смотреть новый отельчик. Подъезжаем к отелю Serenity Fan City. На входе сотрудник отеля, который обрабатывает ваши сумки и чемоданы. Всем вновь прибывшим измеряют температуру. Встретил нас Serenity Fan City очень гостеприимно приветственным коктейлем. Включительно приятные сотрудники на ресепшн. Приехали мы в отель в 10 утра и уже буквально через 10 минут получили браслеты и ключи от номера. Сейчас мы с вами немного посмотрим ресепшн, а далее я покажу вам наш стандартный номер. Ресепшн в отеле очень красивый, с мягкой, удобной мебелью. На экране вы видите небольшую галерею магазинов, стойку, где вам предлагают трансферы в город или в аэропорт. Цены указаны в египетских фунтах. Цены, кстати, вполне нормальные. Съездить в гипермаркет Сензамол стоит 10 долларов. Надеюсь, что это цена за машину. Тель Serenity Fan City находится в 35 километрах от Хуркады. Сейчас мы с вами посмотрим наш стандартный номер. Замок входной двери открывается магнитной картой. Размер стандартного номера 36 квадратных метров и балкон 9 квадратных метров. В стандартном номере две односпальные кровати или одна двуспальная кровать King Size. У нас было размещение два взрослых и один ребенок, поэтому нам моментально просто принесли экстра бет. Полноценную дополнительную кровать с хорошим матрасом. В телевизоре есть 6 русских каналов. Мебель не новая, но в очень хорошем состоянии. Номер очень чистый. Постельное белье белоснежное. Полотенца белоснежные. Достаточное количество розеток и они в доступных местах. В номере все работало исключительно исправно. Есть набор для чаепития. Две бутылки полуторалитровые с водой пополняются ежедневно. В номере есть сейф и холодильник. Пляжные полотенца здесь лежат в номере и меняют их во время уборки ежедневно. Сейчас мы с вами смотрим санузел. Душ гибкий, что очень удобно на мой взгляд. Гель есть в дозаторе. Оттельно есть шампунь, кондиционер, гель для душа, лосьон для тела. Конечно же есть фен. А мы с вами выходим на балкон и смотрим, какой вид у нас балкона. У нашего балкона открывается вид на главный корпус и на территорию отеля. Отметить, что балкон тоже исключительно чистый. И кресла, и столики, и сам балкон. Что, к сожалению, тоже бывает не часто в отеле Хургады. Очень приятно, что в отеле вообще не было комаров. Ни на территории, ни в номере. Что тоже, к сожалению, большая редкость в зимней Хургаде. В номере общий кондиционер мы им не пользовались, поэтому о его работе сказать ничего не могу. Смена белья в отеле через день. Номера есть с балконами, а есть с террасами на первом этаже, что очень удобно, когда вы отдыхаете с маленькими детьми. Сейчас мы с вами прогуляемся по территории отеля Сиренити Фан Сити. Считается, что это вторая линия. Пляж находится в Сиренити Бич на первой линии. До пляжа от Фан Сити примерно минут 7 ходьбы. Или можно доехать на автобусе. Я все это вам покажу во втором видео. А сегодня мы с вами посмотрим территорию отеля. Отель открыт в 2012 году в апреле. На территории отеля несколько больших бассейнов. Они не подогреваются в зимний период. Они холодные. Несмотря на то, что отель открыт 9 лет назад, он находится в очень хорошем состоянии. Я его сравниваю с джанглом. И, конечно, джангл проигрывает. Возможно, они проводили реновацию, реконструкцию. Сейчас перед вами бассейны. Они холодные. И аптека. В аптеке есть все необходимое. Но цены, конечно, выше, чем в городских аптеках. Смотрим с вами бар, который находится в центральной части отеля. В баре предлагаются напитки алкогольные и безалкогольные местного производства. Хорошей кофемашины в этом баре нет. Есть только кофе из автомата. В бару около бассейна работает только автомат с кофе. Есть напитки алкогольные, в том числе, из 10 часов. Сейчас мы с вами движемся по направлению к Луна-парку. При заселении на номер дается 4 бесплатных билета на аттракционы. Луна-парк сейчас работает 3 раза в неделю. По средам, пятницам и воскресеньям. При желании вы можете докупить нужное количество вам билетов. Мы купили 16 билетов за 240 фунтов. И моим девчонкам двоим вполне хватило накататься на всех аттракционах по нескольку раз. Сейчас на вашем экране Луна-парк днем. Вечером он выглядит намного эффектнее. Все в огнях, все работает. Очень такая праздничная атмосфера. Я покажу вам это в следующем моем видео. Стоимость билетов на все аттракционы одинаковая. Чем больше билетов, тем получается дешевле. Луна-парк работает 3 раза в неделю, как я уже сказала, с 6 до 8 вечера. Один билет стоит 30 фунтов одинаково, что для взрослых, что для детей. 8 билетов стоит 200 фунтов и 16 билетов 240 фунтов. Аттракционы есть как для взрослых, так и для детей. Мы были с подростками, нашим подросткам от 10 до 14 лет. Наши дети были просто в восторге от отдыха в этом отеле. Анимация сейчас в отеле проходит в облегченном режиме. Проводится йога и акваэробика. На территории аквапарка есть теннисные столы. В отеле есть теннисный корт. Вечером в ресепшене можно послушать живую музыку, но не каждый день. Сейчас на вашем экране перед аттракционами ленивая река. Вода в ней не подогревается, но можно поплавать на лодочках. Поплавать по ленивой реке на лодочках можно совершенно бесплатно. Есть отдельный теплый бассейн для детей. Он мелкий и с маленькими горочками. Территория у отеля очень большая, зеленая, ухоженная. Просто цветущий сад с бассейнами, лунопарком и аквапарком. Здесь можно весело проводить время в аквапарке. Или спокойно отдыхать у бассейна в центральной части отеля. Идем по направлению к фудкорту. А перед вами на экране детский клуб. Мы с вами приближаемся к фудкорту. Здесь предлагаются снеки с 12 часов дня до 5 вечера. Обслуживают гостей отеля за столами. То есть нужно сделать заказ. И ваш заказ вам принесут к столу. Я заказала кусочек пиццы, кусочек рыбки и один бургер. И вот видите, что мне принесли? Три тарелки. Картошку фри я вообще не заказывала. То есть очень щедрый, очень, ребята, щедрый в отеле фан-сити. В фудкорте работает бар. Здесь предлагают блинчики и вкусные брауни. Кстати, котлета в бургере была натуральная и очень вкусная. В баре на фудкорте дают мороженое. Сейчас мороженое двух видов. Ванильное и шоколадное. Наши мальчишки играют в теннис. А мы с вами приближаемся к аквапарку. Аквапарк в отеле фан-сити разделен на две части. На правую и левую. Эти части работают сейчас по очереди. До обеда работает одна часть. После обеда работает другая часть. Вообще хочу поделиться с вами, друзья, своими ощущениями. Когда мы отдыхали в цитадели, я чувствовала себя в каком-то небольшом европейском старинном городочке. А в этом отеле, в сирене Тифан-сити, я чувствовала себя в турецком отеле. То есть вообще полное ощущение, что я не в Хургаде, а где-то отдыхаю в Кемере. Потому что вот этот аквапарк с этими замками, на дальнем плане виды гор. Все это мне напомнило кемерские турецкие отели. А Турцию я очень люблю, но, к сожалению, давно в ней не была. Друзья, для тех, кто впервые на моем канале, расскажу буквально два слова о себе. Меня зовут Ольга. Я 13 лет живу в Хургаде. Я работник туризма. Раньше я работала в турагентстве, путешествовала по разным странам, смотрела разные отели, набралась большого опыта и переехала жить в Хургаду. Сейчас я тоже работник туризма, только теперь уже египетского. Я работаю в компании, в лицензированной компании. Наша компания занимается организацией экскурсий в Каир и Луксор. У нас есть групповые экскурсии, у нас есть индивидуальные экскурсии. Я также предлагаю своим туристам поездки на сафари, морские экскурсии. Пожалуйста, обращайтесь, если вам эта тема интересна. На экране вы видите мои Viber, WhatsApp и Instagram. Приглашаю вас подписаться на мой Instagram. Я стараюсь там публиковать регулярно. Много полезной информации, особенно в сторисах. Я рассказываю о Египте, о Хургаде. Информация исключительно для туристов. Друзья, сейчас из аквапарка мы с вами движемся по направлению к главному корпусу. И посмотрим веранду, на которой можно завтракать, обедать и ужинать. Это веранда главного ресторана. Отель был закрыт на карантин. Он не работал и открылся он буквально 1 февраля. Мы в нем отдыхали в середине февраля. Загрузка у отеля была небольшая. Я думаю, что процентов 20. Персонал суперуслужливый, супервнимательный. Такого персонала я еще не видела ни в одном отеле Хургаты. Очень стараются угодить всем гостям отеля. Раньше в этом отеле отдыхали в основном англичане. И славяне составляли буквально 10% от общего числа. Примерно 15% были состоятельные египтяне. Но сейчас ситуация, конечно, изменилась. Сейчас у нас Европа закрыта на карантин. Европейских отдыхающих у нас очень мало. Поэтому сейчас здесь отдыхают славяне и состоятельные египтяне. Друзья, перед вами на экране сейчас медицинский центр. Мы с вами посмотрели галерею магазинов. И сейчас идем в главный ресторан обедать. Пообедать можно на фудкорте, можно на пляже, а можно в главном ресторане. Обед в главном ресторане накрывается с часу до 3 часов дня. Кроме того, в главном ресторане проходят завтраки с 7.30 до 10 утра. И ужины с 7 вечера до половины 10 вечера. Главный ресторан в отеле действительно похож на ресторан. Очень красивая подача блюд. Правильная ресторанная сервировка столов. Столы накрыты скатертьями. Обязательно тканевые салфетки. Напитки разносят официанты. Есть бар. Вы можете заказать напитки официанту или подойти в бар. Но напитки разносят именно официанты. Прекрасная посуда. Никаких сколов. Все чисто. Все красиво. Напитки наливаются обязательно в красивые бокалы или в стаканы. Никаких пластиковых стаканчиков. Блюда накладывают повара. Шведские столы огорожены ленточками. То есть сами гости отеля накладывать блюда себе не могут. Повара накладывают столько, сколько вы скажете. Без ограничений. Выбор блюд не огромный. Но можно вполне себе вкусно пообедать, поужинать и позавтракать. Отель недавно открылся после пандемии. Как я уже говорила, загрузка у него сейчас небольшая. Где-то примерно процентов 20. Поэтому большого изобилия блюд в ресторане нет. Но всегда есть мясо, курица, рыба. Морепродуктов пока не предлагают. Хотя я знаю, что в доковидные времена здесь были и кальмары, и креветки, и крабы. Я думаю, что хорошее питание в этом отеле восстановится, когда восстановится турпоток. Соки предлагаются из охлаждающего автомата. Нашим детям понравился яблочный сок. Попробовала вина белая и красная, и мне понравилось. Хочу также отметить, что отель строго выполняет нормы санэпидемстанции. Сейчас не все отели в Хургаде выполняют строго нормы санэпидемстанции. Но в этом отеле они действуют четко по нормативам. Единственным таким существенным минусом для меня в питании стало то, что у них нет повсеместно кофемашин. Есть только кофейные автоматы. А я люблю хороший кофе. Поэтому за более-менее хорошим кофе приходилось ходить в ресепшн отеля Сиренити Бич. Ребятки, а мы с вами продолжаем осмотр отеля. И сейчас мы с вами гуляем по первому этажу лобби. Мы с вами движемся по направлению к бару в лобби. Он сейчас работает. Очень уютные кресла у них. Это отсек с туалетами. И здесь, видимо, у них ресторанчики какие-то. Очень все так стильненько. Музыка приятная звучит. Очень необычно. Вот эти пальмы у них сделаны здесь. Здесь, видимо, ресторан Андалусия. Как бы все накрыто. Все как будто готово к приему гостей. Но никого здесь нет. Столы пустые. Друзья, сейчас мы с вами в лобби баре. Он работает с 10 утра до половины 12 ночи. Здесь предлагаются напитки алкогольные и безалкогольные местного производства. Здесь делают чай и кофе. Здесь делают коктейли. Все подают в стеклянных стаканах. А чай и кофе в нормальных чашках. В отеле есть свой кинотеатр и зал с игровыми автоматами. Но сейчас они не работают. В лобби есть бильярд. Но судя по аннотации, которую нам дали при заселении, бильярд не входит в систему «Все включено». Очень уютные диванчики. Прям хочется на них посидеть. И на улице тоже столики. Информация по поводу Wi-Fi. При заселении вам дают пароль. Заявлено, опять же в аннотации, что Wi-Fi работает на ресепшене. На ресепшене действительно Wi-Fi работает достаточно хорошо. На территории отеля работает местами. В номере у подруги моей на первом этаже интернет работал неплохо Wi-Fi. У нас в номере Wi-Fi ловил только около входной двери. И очень хорошо работал Wi-Fi на территории всего отеля Serenity Beach и на пляже Serenity Beach. Wi-Fi в отеле бесплатный. При заселении в отель вам дают пароль от Wi-Fi и можно подключить три гаджета. А у нас с вами уже наступил вечер. Мы с вами уже смотрим вечерний ресепшен и двигаемся в сторону главного ресторана на ужин. Здесь итальянский ресторан. Мы с вами осматриваем лобби перед ужином. Расскажу вам о тренажерном зале, а покажу его в следующем видео. Тренажерный зал находится в спа-центре. Работает тренажерный зал с 9 утра до 7 вечера. Тренажерный зал включен в концепцию «Все включено» в этом отеле. Вечером на ужине около ресторана включают фонтанчики. Что касается обмена валюты или если вы хотите снять деньги со своей карты, банкомат есть в лобби отеля Serenity Beach. А мы с вами приближаемся к главному ресторану и сейчас посмотрим, чем кормят туристов на ужине в отеле Serenity Fan City. Сейчас на экране ужин в первый день после того, как мы заселились. И честно говоря, ужин, конечно, был слабоватый. Я его очень мало снимала. Но в последующие дни ребята раскочегарились и ужин стал уже намного интереснее. Я покажу вам его в следующем видео. Напомню, что шведские столы огорожены ленточками. Так требует санэпидемстанция. Гости отеля сами не накладывают себе блюда. Блюда накладывают повара, а официанты разносят напитки. Не могу сказать, что официанты разносят напитки очень быстро. Приходится подождать. Но если вы хотите ускорить процесс, не забывайте про чаевые. Официанты всегда им рады. Дадите один раз небольшую денюжку. И ваши любимые напитки будут вас ждать уже, когда вы входите только в ресторан. Друзья, сейчас мы с вами посмотрим, как проходит вечерняя анимация в отеле Фан-Сити. А я подведу итог. Отель нам очень понравился. Все было замечательно. Если вы едете отдыхать с детьми или подростками, то этот отель исключительно вам подойдет. В этом отеле дети не заскучают. Хочу также отметить работу персонала. За все мои годы жизни в Египте такого безупречного персонала в отеле я не встречала. Здесь действительно чувствуешь себя дорогим гостем. Главный менеджер отеля на завтраке, обеде и ужине подходит к гостям отеля. Интересуется, как дела. Спрашивает, есть ли какие-то проблемы. И пытается эти проблемы решить. Нашу проблему с кофе он предлагал решить тем, что заказать официантам, чтобы они нам принесли из ресепшена Сиренити Бич отеля кофе. Мы, конечно, отказались, но было приятно. Персонал по уборке номера тоже безупречен. К нам в номер заходил их Биг Босс, менеджер по уборке. И спрашивал, есть ли у нас какие-то пожелания. И если какие-то проблемы, то обращаться лично к нему он все решит. Но проблем, конечно, никаких не было. Хочу сказать огромное спасибо персоналу отеля за наш прекрасный отдых. А сейчас мы с вами посмотрим, как проходит вечерняя анимация в отеле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok